Он кричал В 1975 году Владимир Высоцкий написал песню о погибшем летчике и посвятил ее маршалу авиации, дважды Герою Советского Союза, нашему земляку Николаю Скомарохову и его погибшему другу Николаю Горбунову. Скомарохова называли самым удачным летчиком Второй мировой войны. О его победах ходили легенды. Он не проиграл ни одного боя, не только остался жив, но ни разу не был ранен, его самолет ни разу не горел и не был сбит. За всю войну ни одной пробоины, только зенитки иногда доставали. Удачи, везения, не только. Николай Скомарохов в совершенстве владел тактикой воздушного боя. Его боевая машина «Лавочкин» была послушна ему и никогда не подводила. В 24 года он стал дважды Героем Советского Союза. Первую звезду он получил 23 февраля 1945 года. Через полгода, в августе, вторую. После окончания трех классов в школе села Лапоть в Самарской области, маленький Коля с семьей переехал в Астрахань, поселок Орджоникидзе, вблизи третьего интернационала. Родители работали на барже Ишим, сестра на заводе. По окончанию ФСУ работал слесарем и токарем на заводе третьего интернационала. Вечерами ездил на учебу в библиотечный техникум. В то время на всю страну был дан клич – комсомолец, на самолеты. Его сердце было покорено людьми в темно-синих костюмах, пилотках и портупеях. В 1939 году Скомарохов пришел в авиаклуб «Осаваяхим» курсантом. Все в секрете от родителей. Ни бабушки, ни дедушки, никому ничего. Вдруг он идет, на нем форма уже этого, ну в школе авиационной, в очках. Тут портупея. На него все мальчишки его с этого, со двора, которые знакомые были, с завистью бегут за ним. Да, и вдруг он приходит, и так встречает его бабушка, бабу Оля Елена Лазаревна, мама. И он уткнул, ей как вроде на исповеди. Мама, я тебе не говорил. Я посадил сегодня самостоятельно самолет. У меня был такой вот полет. Она потеряла дар речи, бедный. И вот она к нему уткнулась со слезами в грудь его, и уткнулась, и так плакала. После окончания Астраканского аэроклуба Николай Скомарохов был направлен в военное училище летчиков. Он окончил его, когда Великая Отечественная война была уже в полном разгаре, и сразу же был отправлен на фронт. Встречи с противником не пришлось ждать. В первые же дни Николая послали на боевое задание. Воспоминания Николая Скомарохова. Захожу в атаку сверху, ВФ-189. Растет, растет в прицеле, пора открывать огонь. Расходимся в метрах двадцати. Иду на косую полупетлю, не выпускаю раму из поля зрения. А она, развернувшись, ухитрилась пристроиться в хвост Евтодиенко. На полной скорости захожу фашисту в лоб. Бью из всех трех огневых точек. От рамы что-то отлетает. Она у меня на глазах вспыхивает. Но еще держится в воздухе. Начинает уходить, отбиваясь теперь от Евдотенко. Видимо, немец решил, что я уже свое сделал. Ушел в сторону. Но я не выпуская из своего поля зрения оба самолета. Снова завернул полупетлю. Вышел прямо на раму. И дал очередь по ее бензобакам. Клевок. Шлейф дыма. Удар от скалы. Неописуемая радость охватила меня. Я что-то заорал во все горло. Взвился свечей в небо. А Евтодиенко, мой добрый командир и надежный товарищ, ходил в то время чуть в стороне и стерег меня. Он уже знал, что многие погибали именно в порыве беспечной радости от успеха в бою. И смотрел в оба. А на земле он сказал командиру эскадрильи Микитченко. Скомарохов уже сам может учить других воевать. Так была одержана первая победа. Прошло немного времени. И Скомарохова назначили командиром эскадрильи. Он сам стал водить летчика в бой. Николай Скомарохов воевал, следуя заповеди Суворова. Побеждать не числом, а умением. Он вступал в бой, не считаясь количественным превосходством противника. Неоднократно в воздушных боях шестеркой или звеном атаковал группу в 30-40 самолетов противника. Врезаясь в боевой порядок врага, вынуждал его сбрасывать бомбы на свои же войска. Сбивал самолеты противника практически в каждом третьем бою. Однополчане знали, с ним надежно. Он жил по принципу. Сам погибай, но товарища вручай. В боях не потерял ни одного ведомого. Всего за годы войны Николай Михайлович Скомарохов совершил 605 боевых вылетов. Из них свыше 100 разведывательные. Сбил лично 46 вражеских самолетов. За мужество и героизм в годы войны, за образцовое выполнение воинского долга, Скомарохов дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Награжден орденом Александра Невского и орденом Ленина. После войны в 1949 году Скомарохов окончил военную академию имени Фрунзе. В 1958 году военную академию генерального штаба. С 1973 по 1988 год он был начальником военно-воздушной академии имени Юрия Алексеевича Гагарина. Участник парада победы в Москве в 1945 году. А 9 мая 1988 года ему было доверено пронести знамя победы по Красной площади. Несмотря на свои заслуги в военных и общественных делах, Николай Скомарохов отличался удивительной скромностью. Он приезжает с адъютантом, да, тут же ничего не говоря, только узнал, что где она, в каком. Все, прилетел тут же на самолет, прилетел. Идет туда с адъютантом и навстречу ему Машенька. Встретимся просто вот на пути. Все, забирает никакого расчета, с работы ничего. Все, Машеньку сразу к нам привозят. У них такие отношения ласковые. Я не слышала, чтобы он нагрубил или цветочки. Если у него что-то он видит, там, какое-то сделать замечание, то он обязательно в ласкательной форме. Машенька, она до сих пор и для нас Машенька, и для него. Жалко, что Астрахань забыла своего героя, сетует Таисия Петровна. Хотелось бы, чтобы Астрахань не забыла и увековечила память дважды героя Советского Союза Николая Михайловича Скомарохова. 14 октября 1994 года в квартире Скомарохова на Мосфильмовской раздался телефон и звонок. Мужской голос сообщил, что Николай Михайлович погиб в автокатастрофе по дороге на работу. Встречная машина пошла на обгон в лоб-лоб. Столкнулась с машиной маршала авиации. Николай Скомарохов похоронен на Новодельческом кладбище. Почетный караул, музыка. Похоронные, траурные. Венки идут и идут и несут. И космонавты все были. И все в почетном карауле потом менялись. Тоже были все космонавты. Много выпустил Академию его. При его работе много вышло знаменитостей. После того, как Николай вернулся с войны, уже вместе с Машенькой переехал в родовое село Лапоть, его родители переехали снова в Самарскую область. Отец и мать верили и не верили, что он дважды герой Советского Союза. Вернулся с войны живым. Как же это так? Тебе удалось благополучно вырваться из такого пекла. «Я, мама, не вырывался. Я воевал». Начиная свой путь с рядового пилота, Николай Михайлович Скомарохов смог стать маршалом авиации. Фотографии встречи Николая Скомарохова с родителями в 1945 году в селе Лапоть помещены в газетах и журналах того времени. Ежегодно в мае эту фотографию на баннерах можно увидеть на улицах столицы. 19 мая Николая Скомарохова исполнилось бы 95. «Я, мама, не помашь родимый дом, первым делом, первым делом, самолеты, ну-ка девушки, девушки, покос». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова